Друзья, всем добрый день! С вами, как всегда, я, Дядя Фёдор из Германии. Сегодня мы опять на кухне. Мы приготовим такой замечательный суп. Суп с галушками. На основе куриного бульона. Такого наваристого. Куриный бульон я отварил вот из таких вот куриных ножек. Шесть штук у меня куриных ножек. И такой наваристый бульон получился. Для начала я эти куриные ножки отделяю от косточек мяса. От шкурок отделяю. И буду вот так его на кусочки раздергивать. Чтобы бульон был, добавлю в бульон, и чтобы суп был такой мясной. Вот таким способом я это всё сделаю. У меня получилось вот столько мяса куриного. Я его потом добавлю в суп. А пока я буду нарезать картошку. И для зажарки я приготовлю вот лук. Лук. Вот этот лук. И вот эту морковочку. Морковочку я натру на тёрке. Лук порежу. Но в первую очередь я порежу картошку. Поехали. Картошку я буду резать вот такими вот кубиками. Не очень мелкими и не очень крупными. Средние такие кубики получаются. У меня получилось вот столько вот картошки. И мы его сейчас будем добавлять в бульон. Чтобы он сварился. Картошка, чтобы сварилась, и была готовая. Вот так мы добавляем эту картошку в бульон. Будем отваривать её, чтобы до готовности. А пока мы будем приготовить нашу зажарочку. Для зажарки я нарезал луковицу. Вот на такие небольшие кусочки. А теперь я натру вот эту морковку. Натерять я её буду на крупной тёрке. Вот такой наваристый куриный бульон. Суп из куриного бульона. Очень полезный в осеннее время, когда уже немножко похолодало. Когда люди простужаются, куриный бульон помогает от простуды. Так что, очень полезно. Вот наша морковка. И будем сейчас делать зажарочку. Всё, делаем нашу зажарочку. Поставил масло на... Налил масло на сковородку. И теперь я туда бросаю лук. Наш супчик уже картошка варится здесь. А здесь готовится зажарочка. Добавляем нашу морковку в этот лук. Хорошо размешиваем. И она так, с ними 5-7, будет сейчас у нас жарится, тушится. Не забываем посолить. Минус 7, она у нас потушится и будет готовая. Сейчас мы будем делать тесто для галуша. Для этого мне понадобится 2 яйца. Одно. Второе. Одну столовую ложку растительного масла. И одну столовую ложку воды. Также, одну третью чайной ложки соли. Сейчас, для начала, мы всё это первое размешаем. И будем потихоньку подсыпать муку. Размешивать, чтобы не было комочков. Добавил я ещё муки. Эта муки маловато. У нас слишком жидкая. И сейчас я его вот так руками размешаю. Теперь это тесто я заворачиваю в целлофановую плёнку. И убираю просто не в холодильник, никуда. Просто так убираю его в втором кладу. Пока у меня до него дойдёт. Руки дойдут. Тем временем, наша зажарка уже готовая. Мы её добавляем в наш суп. И сюда же мы добавляем мяско куриное. Получается вот такой наваристый супчик. У нас галушки получаются не простые, а с начинкой. И для начинки нам надо, в первую очередь, чесночок. Берём три зубчика чеснока. Через чеснок на вилку его выдавливаем. Чтобы она у нас была такая мелкая структура. И потом мы вперёд мы её выдавим. Вот такой большой у меня зубчик. Его поделю напополам. Вот так его. Вот столько чеснока у нас получилось. К этому чесноку я добавляю такую приблизительно чайную ложку итальянских трав. Хорошая такая чайная ложка. Может чуть больше даже. Добавляю соль. Чтобы она у нас была солёненькая. И добавляю растительное масло. Где-то приблизительно столовую ложку. Хорошую такую столовую ложку. И хорошо размешаем. У нас вот получается вот такая вот. Ой, как она пахнет хорошо. Чесночком таким. Пряностями. Вот это будет наша начинка. Теперь мы берём вот такой коврик. Посыпаем мукой. И будем наше тесто раскатывать. Тесто такое жёлтое. Яичное. Из яичек сделаем. Сделаем такую колбаску. Где-то приблизительно. 20-25 сантиметра длиной. Потом берём скалку. И раскатываем. Вот такой пласт. Продолговатый такой. И теперь мы сюда смазываем начинкой. Для этого мы берём начинку. Вываливаем на тесто. И вот таким образом. Размазываем. Не задевая краёв. Вот эти края нам нужны для того, чтобы слепить. И будем потихоньку скатывать вот такой рулетик с начинкой. Вот такой получился буретик. И теперь мы будем нарезать галушки. Галушки мы будем нарезать тонкие. Где-то от полсантиметра до сантиметра. Вот такие. Где-то 5-8 миллиметров. Стараться так, чтобы они не слепались. Пока мы нарезаем галушки, наш супчик варится. Галушки будем бросать в кипящую воду. В кипящий супчик. И очень осторожно, чтобы они не слиплись. Наши галушки нарезаны. Теперь мы будем их опускать в воду. Супчик наш кипит. Вот такой наваристый бульон. С заправочкой. Картошка у нас уже готовая. Сейчас проверим её. Так, картошка уже готовая. Сюда мы добавляем два листочка лаврушки. Немножко чёрного перца молотого. И пару горошков чёрного перца. Теперь сюда мы будем опускать наши галушки. опускать будем не все сразу, а по одному, чтобы они не слиплись. Галушки туда все опустил. И теперь закрываю крышкой и довожу до готовности. Вот такой супчик у меня получился. Такие галушки с начинками. картошка, мясо, бульончик. Очень вкусный, надеюсь. И теперь я положу себе немножко этого супа на пробу. Картошка с мясом, галушки и попробуем. Вот такой вот наваристый супчик куриным бульоном. С галушками, вот с такими, с начинкой чесночной. Очень вкусный. Очень вкусный. Ммм. Так что я вам всем советую приготовить такой суп. Очень вкусный. Полезный. Главное, в это осеннее такое время пасмурное, холодное. Куриный бульон всегда полезный. Такой наваристый, красивый. Очень вкусный. Так что, друзья, дерзайте. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Вам всем желаю вам здоровья, счастья и удачи. Мир, главное, во всем мире, чтобы у вас было все и в доме, и во всем мире, чтобы было мирно. А я на этом с вами попрощаюсь. До свидания. Пока-пока. 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 Продолжение следует...